Всем привет! Сегодня у нас будет разговор очень-таки откровенный. К этой теме я очень долго шла, размышляла, озвучивать ее нет. И я приняла решение, что об этом нужно говорить, кого-то обезопасить, вообще пообсуждать эту тему в комментариях, потому что на это есть социальный запрос сейчас в обществе, как в России, так и, собственно, в Турции. К этой теме я шла долго, наверное, даже больше года. И поговорить я с вами сегодня хочу о домашнем насилии в Турции. Это тема совсем ни одного видео. Я не хочу сейчас приводить примеры фактов домашнего насилия, которые стали очень публичными и даже приобрели мировую известность. Потому что за прошедший год и даже этим летом, когда, по сути, и пандемия, и многие люди изолируются, не контактируют, естественно, у нас возвысилось в процентах вообще во всем мире, но и в Турции в том числе, возвысилось процентное соотношение домашнего насилия, потому что было раньше статистика стала плохой и гораздо выше. В принципе, проблема домашнего насилия в Турции, она всегда была острой. Это огромная проблема здесь в стране. Здесь существуют центры помощи женщинам. Последние, слава богу, пару-тройку лет началось активное женское движение. И когда такие извон выходящие случаи происходят, то это принимает уже такой общественный огромный резонанс, согласку. Об этом говорят в новостях. Женщины выходят на марши протестов. И если вы помните, мне еще часто задавали этот вопрос. Была выставка до пандемии еще, обуви женской с каблуками, количество жертв домашнего насилия. То есть посмотреть просто визуализация масштабов этой проблемы. Но больше с точки зрения, наверное, психолога, человека, проживающего сейчас в Турции, я хотела бы поговорить сегодня о причинах, почему именно турчанки позволяют домашнее насилие. А вам, как иностранкам, если кто-то здесь собирается жить, или у вас там мужья какие-то турки или еще что-то, с этим связано с Турцией, что просто для понимания ситуации, чтобы вы были, как знаете, предупрежден вооружен, что-то в таком роде. Я хочу сразу сказать, что в Турции, да, горячий народ, горячая кровь, мужчины очень, и женщины в том числе, да, и в их воспитании они очень эмоциональны, очень склонны к каким-то истерикам, впадания в такое состояние. То есть они остро эмоционально переживают, поэтому они очень быстро воспаляются, как спичка просто. И они также, кстати, быстро могут отходить, но есть категории людей здесь, которые очень долго могут убежаться. Но это от типа характера и воспитания в семье зависит. Но я про большинство, да, говорю. И такое вот активное поведение эмоционально это и у женщин, и у мужчин. Есть такие турчанки, которые, наоборот, смиренные, очень покорные, правильно воспитанные в каких-то закрытых семьях, может быть, отчасти религиозных, может быть, просто в семьях, где родители ущемляют эмоционально ребенка и не, скажем так, позволяют ему, заставляют терпеть, не позволяют как-то эмоционально делиться своими переживаниями. Ребенок закрытый, да. И бывают семьи наоборот, где женщины, наоборот, непокорные, да. Казалось бы, почему она может терпеть насилие? Такая наоборот, там, с грудью на баррикады пойдет. Такие турчанки, которые ходят на протесты, очень такие европизированные. Но у них тоже в их семьях бывают моменты насилия. Мы сегодня говорим о причинах, почему это происходит, и женщины позволяют это делать. Факторов здесь очень много, но я вывела для себя несколько факторов, как психолог, которые я вижу. Первый, очень самый страшный, очень ужасный фактор, это аип, это позор, о том, что ссоры за сбы выносить не надо, ругаться, всем рассказывать. То есть, понимаете, здесь вот это двойные стандарты ситуации домашнего насилия, они очень отвратительно работают. Все могут слышать, могут вызвать соседей полицию, но чтобы прям идти защищать, разнимать, меньше процентов, кто это пойдет делать, влазить в семью, в чужую, в чужой конфликт, типа у всех бывает. Может быть, вот это наши же поговорочки, очень на нас похожие, милые бронятся, только тешатся. Здесь тоже это все есть. Это обвлазить как бы физически в конфликт, нехорошо. Или когда тебя бьют, молчи, терпи, это аиб, не позорь мужа, не позорь семью, не рассказывай всем, что у тебя в семье плохо, то только надо хвалиться, надо рассказать, что у тебя все хорошо, чтобы тебе там, например, люди завидовали, хорошие, но плохим не надо делиться, а я наоборот считаю, надо плохим обязательно делиться, чтобы у людей был пример. И это относится к любой стране, вообще к любым ситуациям и проблемам. Об этом надо говорить. Если вы в себе угнетаете, эмоции подавляете, они потом на вашем здоровье сказываются, на вашей вообще жизни, вы живете некомфортно, вы живете неправильно, вы жизнь свою тратите. Первое, это аиб, никто не говорит о проблемах, и чужие люди по стороне не лезут в чужие проблемы. Это ужасно, потому что в проблеме домашнего насилия я считаю, что должны влазить специально и говорить о том, что это ненормально, что тебя бьют, или ты подвергаешься какому-то насилию. Второе, это в семье, что дети очень часто воспитывают, ну не из-за аиб, а вообще быть покорными, терпеть. Если тебя бьют, терпи, по сути такая, да, установка идет. Доченька, ты выбрала мужа, решай свои проблемы. Еще я хочу сказать, к чему вы можете быть готовы здесь, в Турции, в частности, ну я в России такое тоже встречала и слышала. Вы, может, думаете, что это просто из слов моих подписчиц и клиента, которые у меня были, кто подвергался домашнему насилию, каких-то таким проблемам на грани абьюза, кто находился, или какие-то были угрозы, но конкретно применение сил не было физической. Но когда невестка, даже иностранка, жаловалась родителям своего супруга, турка, о том, что вот он мне угрожает, или она к нему ходила, там с ребенком была ситуация, родители кивают, принимают, и не знающую иностранку советуют ей промолчать, решить проблему с сыном. Они говорят, да, сын у нас сволочь, он такой плохой, ну давай, у вас же семья, у вас же ради ребенка, да, мы с ним поговорим, то есть они могут говорить, утверждать, что они на вашей стороне, они признают, что сын их плохой, все ужасно, ты, дорогая, мы на твоей стороне, но по факту, когда пройдет этот, они сгладят этот конфликт, вы вернетесь обратно к сыну, и когда это начнется второй раз, может быть, будет то же самое, они вас еще раз поддержат, но это войдет в цикл, абьюзный, я об этом раньше в других видео рассказывала, потому что настанет когда-то момент, когда турецкие родственники вам скажут, что дорогая, ты же сама с ним не разводилась, ты уж терпи теперь до конца, ты нас типа достала со своими конфликтами, решай со своим мужем, и они вас больше уже не примут, таких ситуаций тоже очень много было, то есть задача родителей не опозорить семью, не оставить там сына без семьи, но все равно это все к аипу и позору сводится, не выносить опять же из избы, чтобы о них плохо не говорили, не судачили, не обсуждали, и вообще не ставить под сомнение их воспитание сына, чтобы не подумали о них плохо, какие они плохие родители, что сын у них такой, и вот это вот замалчивание, это самая главная проблема абьюза в Турции, это молчание со всех сторон, общество, семьи, родителям, покрывание этого всего, но здесь я хочу сказать, что есть семьи, когда в таких абьюзных отношениях девочки приходят к родителям обратно, жалуются, там, не знаю, убегают к родителям еще что-то, и родители есть, которые принимают, естественно, своих детей, там, не знаю, подают в суд, разбираются, но честно, даже в таких все равно все сводится к тому, чтобы дать второй шанс, вдруг он исправится, вдруг он одумается, и здесь на это направлено все, мне хочется всегда вам сказать, чтобы вот, кто может быть в таких отношениях состоит, или чувствует, что к этому идет, людям, которые вас обижают, посягают на вашу свободу, на ваше здоровье, на ваше психологическое здоровье, то есть вас каким-либо образом абьюзит, доставляет вам дискомфорт и угрожает, дискомфорт не то, доставляет угрозу каким-либо образом для вашей жизнедеятельности, второй шанс давать нельзя, нельзя, не нужно, и это говорит сразу о том, что это сигнал такой, да, если что-то такое произошло, что это не ваш человек, с ним ничего хорошего не будет, даже если он, допустим, исправится, вы дадите второй шанс, у вас будет страх того, что это повторится, вы уже спокойно расслабиться в будущем не сможете, вы будете всегда ждать подвоха, ну или спать, знаете, с ножом под подушкой, не зная, что произойдет, а это не жизнь, опять же, в первую очередь, вы должны быть отчасти эгоистом, и в первую очередь думать, что вам будет, как вам будет, хорошо не думать об этом человеке, втором, в этот момент надо отключать эмпатию, сопереживание какое-либо, и заботу о своем любимом мужчине, который вас так любит, что даже вас бьет, это вообще не обсуждается, так вот я вам скажу пример, у нас в семье тоже был абьюз, я так скажу, что там у родственницы моего мужа, у сестры двоюродной, она свободная, независимая, работающая, короче, такая прям очень супер европейская, даже, знаете, поактивнее там многих наших, у нас европейских девчонок, и вообще ни разу не трючанка, как бы я бы сказала, и она была в отношениях тоже с успешным, прекрасным мальчиком, два таких, знаете, союза, любовь у них, и финансовая, никто ни от кого не зависит, в общем, все на равных было, и буквально через полгода она прибежала к родителям, ночью от того, что ее муж ударил, он поднял на нее руку, у них был, я не знаю, из-за чего конфликт, но факт был фактом, он ее ударил, у нее была разбита губа, он ей дал пощечину, пару раз, короче, он ей дал конкретные такие пощечины, плюхи, что она же упала, это мужская рука, девочка, которая худая, там метр семьдесят пять, она модель, и так прижарил, что она там сознание чуть не потеряла, да, нормально там сотряс у нее было, и ее родители, естественно, как бы сразу принялись, задокументировали медицинские эти побои, но это не супер там побои, но руку он поднял, да, но все равно это было задокументировано для развода, о разводах я ранее вам в Турции рассказывала, но при этом, когда он приходил извиняться, я вам точно, я уже тогда как бы здесь жила, я вам так скажу, что видя ее, мы с ней это обсуждали как психологом, всю эту ситуацию, у нее были такие же смятения, я вроде как его люблю, а вдруг это не повторится, и так далее, но было видно в его извинениях, в его поведении, что он это делает, чтобы не позориться, во-первых, он боялся своих влиятельных родителей, он боялся позора общества, ему было стремно стыдно, что со мной там типа меня разведут, кинут, моя жена, я только там первый год о них жизни был, понимаете, семейный, вот так он заладился, и я когда с ней разговаривала, в нем были эти нотки, но она не хотела их замечать, он был грубоват к домашним животным, они были в отпуске, какие-то, какой-то насилие, он там в компании выпил, на кого-то кидался драться, но он, знаете, везде какие-то оговорочки вроде бы есть, и они долго встречались в отношениях, там несколько лет у них отношения до свадьбы были, вот так вот могу вам описать это, да, и мы поняли, что в его извинениях не искренность за то, что он сделал, или там, не знаю, временное, допустим, помутнение рассудка у него было, нет, он это делал для общественности, в первую очередь, но не потому, что он искренне сожалеет и хочет измениться, если бы она вернулась, все было бы опять на круге своя, в общем, урожил он ее где-то 3 месяца, ходил за ней по пятам, извинялся, всяко-разно, дарил там подарки, сюрпризы делал, в итоге она все равно подала, ей было тяжело, и родители действительно говорят, ну может ты подумаешь, все-таки, ну бывает, у всех такое в семьях бывает, потому что здесь это норма, здесь в большинстве семей, даже социально, скажем так, приемлемо, богато, допустим, люди живут, и не знаете, что у них за дверями в семье происходит, а так как я психолог, я вот в это немножко больше, скажем так, захожу в эти моменты, да, я от людей это слышу, когда мне это доверяют и рассказывают, я в этом больше ворюсь, зная, что за этими дверями происходит у людей в семьях, как они живут, не всегда суперуспешно социально, то есть больше создается картинка, на самом деле внутри семьи какая-то гниль может быть, она подала на развод, но у нее счастливо закончилась история, когда она ехала в день своего развода на суд, она нечаянно вот в эмоциях во всем врезалась в машину, и это оказался ее новый супруг, так она познакомилась со своим следующим мужем, попала в аварию, немножко стукнула его бампер своей машины в пробке, и опоздала к себе на суд, но у нее там был адвокат представителей, так она развелась, и вот кстати очень быстро она вышла замуж второй раз, буквально через полгода где-то после развода, и вот уже наверное, уже лет семь они вместе, у них уже двое детей, они счастливы, вот так случайно они встретили друг друга со своим супругом, с которым они счастливы. Я к чему все это сегодня рассказывала, что тему скорее всего эту я буду поднимать, исходя из ваших запросов, я хочу снять наверное следующее видео, типа техники безопасности, как себя вести, если ты в какой-то насильственной ситуации здесь в Турции, находишься в системе какой-то абьюза в семье, куда бежать, чего делать, я уже поднимала тему, у меня были ссылки под видео от подписчиц, центры помощи в этой ситуации, короче говоря, напишите, что вы хотите обсудить в подобной теме, чтобы вам было интересно послушать, а я уже исходя из этого сниму видео на эту тему. Я всегда под видео оставляю почту, куда вы можете написать свою историю, оставить свои отзывы какие-то, записаться на консультацию ко мне, если хотите обсудить какие-то проблемы, вопросы, если вы не готовы это обсуждать публично в видео, а если хотите, то присылайте ваши письма с пометкой в теме письма «История для видео». Буду признательна, если вы поставите лайк этому видео и комментарий. Спасибо за внимание, всем пока!